Присутствует на заседании 25 депутатов. Кворум есть, можем приступать. 37-е очередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа в режиме ВКС объявляется открытым. На повестке 37-го заседания Совета депутатов стояло 6 вопросов. Все они заранее были проработаны на профильных комиссиях. Первая и самая важная тема дня – утверждение положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в сфере дорожного хозяйства. Докладчиком выступил заместитель главы Ленинского городского округа Сергей Гаврилов. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами и дюдами принимателей обязательных требований по двум направлениям в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, в части эксплуатации обеиха дорожного сервиса и осуществление работы капитальности текущего характера и содержания обеихся дорожного хозяйства и установить отношение к переводам по муниципальным маршрутам и регулированным переводам. Контрольным органом на полномышленном сфере муниципального контроля является администрация Ленинского городского округа в лице управления дорожным хозяйством и устройством и транспортом. Цели такого контроля – выявление и пресечение неисполнения обязательных требований к деятельности на автодорогах местного значения и на муниципальных маршрутах регулярных перевозок. По этому вопросу народные избранники приняли единогласное положительное решение. Еще одна важная тема касалась непосредственной работы Совета депутатов – утверждения перечня и состава постоянных комиссий. У нас, собственно, обнаружилось свободное место в комиссии по ЖКХ и благоустройству. Напомню, председатель комиссии у нас Алексей Юрьевич Валуев. Соответственно, на профильной комиссии уже поступило предложение по конкретной кандидатуре. Прошу тогда слово предоставлять Валуеву Алексею Юрьевичу. Пожалуйста. У нас есть такой замечательный человек, как Александр Васильевич Баютин, который возглавляет тот старый город. Поэтому мы предлагаем как раз его включить в состав комиссии. Возражений по кандидатуре не поступило. Единогласное решение – за. На очередном заседании Совета депутатов присутствовал временно исполняющий полномочия главы Ленинского округа Алексей Спаски, который свое выступление посвятил теме предстоящих нерабочих дней в связи с обострившейся эпидемиологической обстановкой. Андрей Юрьевич проведет соответствующую ВКС с главами территории для того, чтобы определить позицию и ту последовательность действий, в какой будет жить Московская область. Пока установка такая, что те вакцинированные, у кого есть QR-код, их эти ограничения не коснутся или коснутся в какой-то минимальной, соответственно, мере. Но, повторюсь, все подробности, все эти вводные, все установки, которые будут получены, мы доведем. Напомним, по поручению президента Российской Федерации нерабочие дни объявлены с 30 октября по 7 ноября. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.